Добрый день. Все еще страсти по поводу отца Андрея Ткачева и Георгия Максимова не утекают. К тому же появились какие-то вот странные блогеры под никами православный-православный. В стилистике русского языка есть, конечно, я не помню, как он называется, когда удвоение. Там красивый-красивый-красивый. Синий-синий. Вот этот человек православный-православный. Волк написать самый православный, что случилось пошло. Супер-православный, экшен-православный. Какие-то больше бывают. Учитель православия. Так, ну я сначала, честно говоря, подумал, что это неофит. Ну, неофит, конечно, бывает разный. Вот он 17 лет в храме, 16 лет назад закончил семинарию, как ни странно. Я ни за что бы не подумал, что такие люди могут закончить семинарии, которые так вот рассуждают. Ужил 6 лет в монастыре. Вот тут еще один момент. Человек, который закончил семинарию, не умеет грамотно писать. Пишет с ошибками, коряво. Вот, и мысли у него путаются. Что еще могу сказать? С первого взгляда, то он немножко назабоченный, честно говоря, и какой-то нервный. Пост еще не начался. А весна не началась. А вот в некоторых обострениях весенние, постовое обострение, как ни странно. Знаете, пост начинается? Начинается у некоторых людей. Искушения разные. В момент того уже, он уже поехал. Не хочу ничего обвинять. Просто он в комментариях уже начал писать. Такие гадости. Гадости. Вообще даже... Не могу представить, что вот реальный человек ходит в храм. Чему его там учат? Библию он не читал. Христос же говорит, что ему скажет братцу мрака. Там горит гений, образно говоря. Ну что ж, посмотрим. В видео, видосик. Конечно, все я показывать не буду. Я там прокручу. Ну, самые такие яркие моменты мы увидим. Те, родные. Смотрел новое видео, которое выпустил отец Георгий Максимов. И опять, и снова, на повестке дня отец Андрей. Отец Георгий, скажите, пожалуйста, а вы можете жить без отца Андрея? Вы пиаритесь, что ли? Ничего странного. Не замечаете в его выходке, в его речи, паузы, потом смена интонаций. Я вообще не могу понять, почему вот читаешь комментарии под видео, все комментарии вас ублажают. Вам нравится, когда вас ублажают? Это такой момент смирения, что ли? Вы там сердечки раскидываете под каждым комментарием. Сердечки, почему бы и нет, поблагодарил автора сообщения, почему бы и нет. Что в этом плохого? Человек православный, православный. Сколько будет продолжаться еще ваше лицемерие? Я сначала хотел записать видео о том, как все священники нужны церкви. И вы в том числе нужны церкви. И такие, как отец Владимир нужны церкви. И такие, как отец Андрей Ткачев и вы. Но после этого я вам скажу, вы не нужны церкви. Вы никак не можете угомониться. Вы постоянно подливаете ему масло. А вот ты нужен церкви? Сейчас покажу, у него тут одно видео есть. А ты нужен церкви? Кому ты нужен? Он кривляется везде, кривляется. Так вот, где тут? О, мое мнение о лишении Саннаца Владимировна. Ты тут такой, чтобы твое мнение, твое мнение кто-то прислушался. Ладно, поехали дальше. Масло в огонь. Вместо того, чтобы выступить, как другие священники. Я смотрю много видео священников, которые выступают за отца Андрея. Или, по крайней мере, пытаются это объяснить. И после просмотра их видео, нет вообще никакого соблазна у людей. Люди пишут спасибо вам, спасибо, спасибо. Люди устали уже от этого. Когда ты уже, женоподобный священник, угомонишься со своими лицами. О, а сам, вот интересно, вот у него очень мужское лицо. Прям, да. Как там писали в комментариях, если побрить, то, к тому же, вот с длинными волосами, не отличить от женщины. А, кстати, интересно было посмотреть. Вот это лицо, побритое. ...место своей гордостью. Тебе больше заняться нечем, что ли? Ну, судя по тому, что у тебя задница больше, чем у бабы. Тебе действительно заняться нечем, просто. Сидишь же там, какой-то... Такой, ты мне скажи. Ты так и не ответил, мразь. Ты мне не ответил. Вот, мразь. Человек учился в семинарии. Теперь мы будем знать, что все, которые учат в семинарии, вот так друг друга называют. Дальше поехали. Вообще, ты кто, великорусский поп? Ты кто такой вообще по своей крови? Ты кто? Расскажи мне вообще. Ты кто? Что ты ему говоришь, вали в свою Украину. Прокомментируй. Мне то, что... Его здесь патриарх принял. Патриарх ему не делал замещание. И прокомментируй. У тебя 27 подписчиков. Вот это видео вылезано в шкафтоп. 384 просмотра. И то количество дизлайков. Ну, скоро будет лидировать. Так что не переживай. Этой темы. Почему ты, обсуждая тему Садомита, Садомита, который Игумен, этот Юрий Пальчиков, ты спокойненько сидел и говорил, да, вы знаете, вот его лишили на 7 лет ношения на перстного креста. Это Садомита. Его даже не лишили сана. Садомита, который приступал к чаше, совершал таинство, влез в церковь, чтобы порочить ее. Ты молчал и спокойненько об этом рассуждал, как всегда в своем тоне лицемерии. Ну, сана, висай, вот не священники, а архиереи. И что он будет? С архиереем не поспоришь. Я такого. Это как ты должен? Или ты мне сказал бы, слушай, какое ты имел право вообще принимать на себя священный сан, если у тебя хотя бы капля в сердце есть вот такой мерзости, которую ты сейчас выливаешь на этого сельского священника? Ты вообще никому никакие претензии. Ты сидел и в своем вот этом лицемерии, ты, 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 ты. И что ты вот это сидишь и бубнишь на себе под нос, комментарии оставляешь, которые тебя ублажают, возвеличивают. Почему ты не оставляешь комментарии, которые тебя хоть немножечко там на место ставят? Ну вот по манере общения оно напоминает немножко гопника такого, который сидит на лавочке и пристает к прохожим. Ну, честно, мое мнение такое. Ты лицемер. И ты церкви не нужен. Ты мразь. Да, вонючий свой рот. Я смотрю, вы там вообще уже зажрались все, уже вам просто делать нечего. Сходи, поубирай улицы вместе с таджиками, я не знаю, заработай на свою жопу, блин, заработай. Вы лицемеры, в комментариях вообще рты свои позакрывайте. Чистоплю я недоделанное. Вы кто такие, что рассуждаете от отца Андрея? Да вы говно лежащее просто у этой скалы вообще, горы этой. Вот что мы в семинаре учат. Будем узнать, каким-то выражением. Ты ж гнида, я не хочу с тобой жить в одной стране. Может, ты свалишь с России, а, отсюда вообще. Тебе приятно? Собирай козу, на которой ты женился, своих выродков, которые накладил. И вали отсюда. Но это вообще без комментариев. Ты нечисть. Обычная. Съезди к этому садомиту и поцелуйтесь с ним. Вы с ним одного поля ягодка. Можешь к этому секретарю съездить, в вейскую епархию. Можете там тоже с ним поцеловаться вообще. Я, знаете, я закончил семинарию Троицы Сергия Посадского, но я не стал священником. Не пошел по этому пути, хотя у меня все друзья мои говорят. И слава Богу, что не стал священником. У меня 43 друга священника. Это интересно все, что ты вот это кости моешь отцу Андрею. А людям интересно то, что говорит отец Андрей периодически? Как он ругается, как обзывается их. Ему интересно. Вышил приструнить немножко отцу Андрея. Что же в этом такое вот бывает? Священник, священник, брат. Мой косе Варфоломею! Садомиту вот этому, что ты всего одно видео снял? Варфоломею это все-таки не рядовой священник. Тезий монастырь туда! Сними его, как он там живет! Возьми интервью у всех братьев, что он там в монастыре! Тебе с Георгией вообще-то не журналист. В интервью брать. Делает! Кается? Да я никогда в жизнь не поверю, что пидорас кается! Закрой рот свой вообще! Вонючий рот свой закрой! И вали с России, чтобы духу твоего здесь не было, понял? Гнидом! Ну вот такое чуть-чуть мы посмотрели. Ну что тут можно сказать? Мне кажется, и комментарий ни к чему. Скажите, пожалуйста! Так, он есть комментарии у него. Вот этим нету, чему он назвал где-то в комментариях. Короче, вот у него такая манера общения. Я бы вообще не захотел бы с ним общаться. Если бы, как говорится, привезти человек, прежде чем прийти в храм, он смотрит на то, какие православные. Вот смотря на это, вот брат, вряд ли люди будут в церковь ходить. То есть что у него? Да, мне кажется, он уже часть своих сообщений поудалял. Да, таких самых-самых мерзких. Ну вот, вот я не знаю, как он, где он учился. Я не верю, что он учился, что он учился в семинаре. Или так, там русский язык, что ли, не проходит в семинаре. У него все сообщения буквально с ошибками. По-моему, такое ощущение, что писал ПТУшник. Вот реально. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет слов, честно говорю. В спокойной форме объясняю, пишут. Ну вот опять. Все в ошибках. Буквально вот... Не знаю. Тут нет ни одного предложения, к которому не было бы ошибок. У меня дети и то грамотно не пишут, чем вот это тут. Ну вот, обращается. Если ты православная, кому-то обращается, как переднюю полу. То по некой непонятно, что ты скажешь. Какая разница, кто православный, можно и к женщине. У меня... Ну что у человека на уме? Мне интересно, что в его голове. Что в его голове. Ладно, не прощаюсь. Не обращайте на них внимания. Впереди к тому же Великий пост. Будет много искушений. К тому же весна, обострение вот таких вот людей. Беритесь друг к другу. Беритесь друг к другу.